Когда в 2017 году голливудского продюсера с мировым именем Харви Ванштейна обвинили в том, что он на протяжении десятка лет домогался молоденьких актрис и предлагал им роли в своих фильмах в обмен на секс, никто и предположить не мог, что это только начало. В последние годы в сексуальных домогательствах обвинили очень много известных политиков, спортсменов, актеров, писателей. Женщины наперебой рассказывали о пережитом сексуальном насилии и домогательствах. В числе обвиненных оказались Дональд Трамп, Криштиано Рональдо, Сильвестер Сталлоне, Стиван Сигал, Роман Поланский и другие знаменитые и богатые мужчины. А последствия в каждом случае были разные. Из-за нескольких недоказанных показаний более 20 знаменитых мужчин в лучшем случае подпортили свою репутацию, а в худшем поплатились карьерой. И вот новый скандал на сексуальной почве, героем которой стал 78-летний испанский оперный певец Пласида Доминго. По информации о США Беспресс, 9 женщин уличили испанская короля оперы Пласида Доминго в сексуальных домогательствах. Спустя почти 30 лет они рассказали свои истории о том, как Пласида принуждал их к сексуальным отношениям, угрожая профессиональным наказанием за отказ. Следует отметить, что только Патрисия Вульф, мэтси-сопрано, которая пела с Доминго в Вашингтонской опере, согласилась раскрыть свое имя. Остальные 9 женщин предпочитают оставаться инкогнито, опасаясь последствий для карьеры, дискриминации или публичного унижения. Женщины, подвергавшиеся домогательствам, были в основном молодые и только начинали карьеру. Сеня рассказывает о том, что отказать певцу было сродни убийству собственной карьеры. Сам Пласида Доминго в ответ на обвинение выпустил официальное заявление, в котором говорится о том, что обвинение 30-летней давности его очень удручает. Мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил испытывать дискомфорт. Я полагал, что все мои отношения всегда происходили по обоюдному согласию. Тем не менее, я признаю, что правила и стандарты, по которым мы живем сейчас, сильно отличаются от тех, которые были тогда, отмечаются в заявлении. Пласида Доминго успешно выступает на оперной сцене уже более 50 лет и является одним из самых влиятельных мужчин мировой оперы. Сейчас он является директором Лос-Анджелесской оперы. Что же касается личной жизни, то известно, что Пласида был женой дважды. Первой избранницей Пласида была пианистка Анна Мария Гера. Молодые люди поженились в 1957 году, когда Доминго было всего лишь 16 лет. Их союз распался спустя пару месяцев после свадьбы. В этом браке уже у певца родился сын Хосе. Со второй супругой Мартой Арнеллос артист познакомился во время учебы в консерватории. Вместе они уже более полувека. У супружеской пары двое сыновей. Спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цвет настроения. И до новых встреч!